Знаете, незадолго до прихода Олега в Царьград произошел такой случай. Кириллица, вы знаете, что якобы называется в честь Кирилла Святого, два брата Кирилла и Мефодий. Кирилл действительно был святым человеком, и не надо осквернять память его, как делают это часто в интернете. И он в 863 году в Крым пришел, город назывался Херсонес, это рядом с городом Себастополис, теперь это Себастополь, и Херсонес рядом находится. И в Херсонесе он пишет, у него есть такое панонское житие, и он пишет, Кирилл сам пишет, это уничтожены эти знания. Я получил от одного руса в Херсонесе русские письмена. 863 год. Вернувшись в Византию, он попросил у патриарха Фотя разрешения этими письменами записать Евангелие. Он записал и поехал проповедовать в свою родную Моравию и в Болгарию. А был еще, у него такой ученик, Черноризец Храбр, и он пишет, Словения имели письмена до Кирилли, они имели письмена с древнейших времен, пишет он. Письмена были, черты и резы, чертаху и резаху на старом языке, но у них не было книг. А книги это Библия, естественно у нас не было Библии. Но это писалось на деревянных дощечках, книги не создавались. Конечно, большинство этого, я думаю, что все погибло. Некоторые считают, что это сохранилось в библиотеке Ивана Грозного. Вот буквица, друзья мои, посмотрите на нее внимательно. И здесь 49 буквиц. Это матрица, 7 на 7. 7, любимое число Бога. Даже в Библии на седьмой день Бог обдыхал. На седьмом небе от счастья, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Что в этом интересного? Каждая буквица это не звук, это образ. Образование от слова образоваяние. Поэтому, если вы хотите дать образование детям, развейте в них образное мышление. Вот что самое главное. А дальше он сам разберется. Молодой человек. И вот, а с Бога ведаю, глаголю, добро есть жизнь и так далее. Последнее и я. Я на последнем месте должен быть. Сначала ты вот это все выполни, а потом я. Если мы берем какое-то слово по этой буквице, кибернетики вообще не могут понять, как это создали наши предки. Ну, есть люди, которые фантазеры, которые говорят, что это инопланетяне создали. Вообще у нас, как только, как только что-нибудь хорошее, только не русские. Инопланетяне, кельты или потерянное еврейское колено. Вот это, я на Пасхе был, там тоже все то же самое, на острове Пасхе. И Наска. Что замечательно. Смотрите, какую игру можно играть с детьми. Любовь. Л, Б и В. Что получается? Люди Бога ведают. А люди, любимые дети Бога. И вот так слова русские расшифровываются. По этой азбуке. Как ее не читай, всегда будет мудрость. Но без падежей, правда. Только образ за образом и мудрость. У меня на Ютуб, на моем Ютуб канале, Задор ТВ Ютуб, есть такой фрагментик, ролик, который снял Стрижак Сергей. Называется «Азбучные истины». Посмотрите. Там это довольно интересно выложено все. Я не хочу так долго говорить. Но Кирилл еще описывает, как он, что Тавры. Вот этот святой Кирилл, который был в Херсонесе. Он пишет, что Тавры, жители Крыма, Таврида называлась Крым, и скифы называли себя русами. Вот почему Русское море. Русские русы – это разница. И вот это все надо восстанавливать. А детям интересно это будет. Вот начните играть. Возьмите и начинайте игру. Заводите слово и смотрите, что оно означает по нашей азбуке. Кибернетики потрясены. Они говорят, мы это создать не можем. А потому что это опыт ведических людей. Был подписан договор с Олегом у Византии на двух языках. Значит, была письменность у наших предков еще до той даты, которую мы объявили официальной. Она сокращалась. Владимир Красное Солнышко выбросил, при Иване Грозном выбросили, Петр выбросил. И, наконец, один из самых негодяев исторических – Луначарский выбросил. И когда при Луначарском был удален то, что мы называем «ядь». А что такое «ядь»? Ведать. Слово «веда» и как раз «в» идет переделать. Конечно. Да. А что, зачем переделали ведьмы? Ну да. Ну, я думаю, что так получилось при христианстве. Потому что инквизиция это обозначила ведьмами всех красивых женщин. А вообще не только ведьма. Есть ведунья, ведьма и невеста. И это три разных слова. Невеста – весть не пришла. Ее еще не… Она не знает, кто возьмет замуж. Ведунья – это веста, веста второе. Это весть пришла. Потом ведунья, она уже вышла замуж и ведает. Чего, чем, куда, когда. А потом ведьма – это ведущая мать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok